здравствуйте добрый вечер меня хорошо слышно после вся проблема тот кто говорит ему кажется что его в нем люд слышит каждый шорох каждое условно а обычно какой-то неправильная дистанция и слышал бук нёш спасибо вы посмотрите фильм кувшин это моя первая работа это в общем то почти что киковский диплом я его снял мало что знаю о кино вообще и о профессии режиссера потому что теории были какие-то умные речи моих педагогов а когда я сам взялся за камеру за объект с актерами общаться очень так с дрожью в коленках но изображая что я опытный талантливый режиссер значит я вот на ходу импровизационно сочинял это кино сценарий был это рассказ луиджи пиранделло очень такого прекрасного писателя с каким-то затаённым юмором не этот рассказ очень понравился с моим хорошим другом резон габриадзе он тогда тоже был начинающий сценарист мы его сочинили не сочинили неправильное слово мы его интерпретировали в италии эта история о кувшине которые заливают оливковое масло грузии вот такие же кувшины даже иногда в 2 в 3 4 5 раз больше они бывают ростом с человека даже вот так вот я помню залазил несколько кувшина в которые но надо было подпрыгивать что удариться то это то ли ты наталья вверх а горло эти кувшины может быть кто-то слов кушином такой на нем выпил а на самом деле тот кто не знает могу в двух словах сказать это древнейшая традиция также как и грузия древняя чуть ли не родина вина еще греки об этом говорили что есть где-то там левее от нас место где родился виноград вот это грузия вот эта древняя традиция она существует и до сих пор виноградный сок заливается вот такие кувшины гигантские глиняные сосуды их закапывают в землю и там виноград бродит и превращается хорошее вино это кажется пороже много пришлось пить из этих виноват когда мы снимали этот фильм что невообразимым я помню как мы пили не помню как мы снимали была замечательная компания замечательная команда я уже про себя сказал я изображал режиссера все делал впервые рядом со мной были очень хорошие актеры такого известного театра рустовали тоже свое время известного и были абсолютно с улицы люди тут такой микс тут есть роли которые исполняют никогда не играющие называемых актерами и очень даже известные актеры которые вот чем могу попасться чтобы удачно слили их друг с другом и непонятно кто у кого учился но по-моему все это далеко неплохо сыграли я люблю этот фильм хотя я его очень давно сам не видел когда я приехал на фестиваль к вам фестиваль которые тут был на открытии вчера я сказал что мне очень давным давно хотелось быть в течение этих 26 лет я каждый раз собирался приехать сюда и посмотреть документальные фильмы которые я тайно очень люблю и вот получилось так что я приехал мне сказали можешь взять с собой несколько своих фильмов я сделал фильм «Уршин» может быть разочарую вас но думаю что он не очень хорошего качества он черно-белый фильм он так и был задуман потому что он снимался давным-давно вот но диск который как бы давал мне право считать что там все замечательно по изображению этот диск куда-то испарился за давностью времен я схватил другой диск и может быть я сейчас как-то оправдываюсь как бы может быть даже то что он такой зацарапанный за затертый его это может быть тоже вдруг какая-то своя эстетическая ценность появится во всяком случае сюжет вам будет понятен назовем его такой трагик о комедии грузинские короткометражки взрослого поколения этого зала известны потому что когда-то их много-много раз показывали сейчас они испарились ну время другое страна другая отношения другие так или иначе кто-то может быть вспомнить эту картину которую когда-то многократно показывали по телевизору и она имела большую большую аудиторию так скажем любители этого кино какие любители грузинских короткометражек это было такое течение которое увы уже испарились второй фильм который вы посмотрите я не буду более краток это пловец была объявлена другая картина это действительно мой документальный фильм почти что полнометражный о святом георгии он естественно раз со святом георгией то понятно что картина должна быть с таким каким-то возвышенным но в нем то в нем тоже оказался юмор и этим фильмом многих привлекает а пловце я скажу что это почти что документальный фильм во-первых история сама достоверная потом манера съемок мне всегда хотелось прикоснуться к документальному кино и я понял что в этом сюжете о пловце надо рассказывать как будто бы мы перелистываем такой старый семейный альбом фотографий где как будто бы ничего не происходит потому что то что происходит это за кадром и этот фильм по своей эстетике тут нет ничего страшного а с другой стороны если всмотреться то увидите бог и даже испугаться что она творила с маленьким человеком у которого была мечта плыть ну герой то не очень маленький он наоборот такой весь ответ но там история трех поколений для своего времени когда это было снято это было снято в 80-х годах он оказался очень остро актуальным и попал в такую мясорубку попал под каток времени и диалоги сейчас вы будете смотреть думать в чем дело почему почему этот фильм был запрещен почему было гонение на эту картину почему там кричали что кричали высокие люди кричали что это ну не буду так сказать опережать события вы посмотрите восприняли как критику времени строю хотя в общем то это совершенно не черное а наоборот мне кажется свет я много говорю я не собирался но видимо от какого-то такого меня в жюри не положено давать оценки но я очень рад этим двум дням потому что я посмотрел много интересных фильмов фестивальных и есть фильмы которыми я восхищу и может быть поэтому после того духа высокого мощного вот фильма который мы только что сейчас видели я и сделал такую замену я подумал хоть фильм пловец не а не спортивный фильм но наполненность духом и жаждой одолевать препятствия чем полон был вот этот замечательный фильм о параолимпийских играх я так подумал лучше пусть будет пловец а святой Георгий если кто-то будет желать прийти вот объявили четвертого по-моему не четвертого да вот я вам желаю приятного просмотра посижу вместе с вами посмотрю фильм кувшин я немножко нервничаю за счет качества ну надеюсь все равно будут места где вы будете смеяться всего хорошего спасибо спасибо спасибо